Этой юной пациентке всего 19 лет. Девушка обратилась с жалобой на вздутие живота. Прошла обследование. Врачи заподозрили рак яичников. Единственный способ спасти жизнь – экстренно провести операцию. Специалисты отмечают – случай поистине уникальный. Впервые в стенах онкодиспансера хирург борется за жизнь пациентки, а репродуктолог производит забор яйцеклеток для криоконсервации. Этот метод позволяет заморозить и сохранить биологический материал. И все ради того, чтобы в будущем девушка смогла испытать радость материнства. Эмбриологи из яичниковой ткани будут выделять глубоко незрелые клетки, которые будут дозревать в течение 24-48 часов. И дозревшие клетки также будут заморожены на тот случай, если женщина потенциально столкнется с проблемой зачатия через несколько лет. После лечения у нее может снизиться резерв яичников, закончатся яйцеклетки. И если вдруг потребуется химиотерапия, то это может быть повреждающим фактором на ДНК клеток. А сохраненные предварительно клетки дадут здоровое потомство. Операция длится в несколько этапов. Сначала врачи удаляют один яичник, затем биологический материал отправляют в лабораторию на экстренную гистологию. Если диагноз рак подтверждается, то специалисты проведут более расширенное хирургическое вмешательство. У нас это первая операция на базе нашего диспансера. Надеюсь, пациенты об этом узнают. И в дальнейшем, при планировании хирургического лечения, мы будем активно, скажем так, в сотрудничестве с репродуктологом применять данные технологии. По словам специалистов, среди злокачественных новообразований у женщин лидирует рак молочной железы. Что касается опухолей репродуктивной системы, то на первом месте рак матки, далее рак шейки матки и яичников. В группе риска находятся пациентки от 50 до 74 лет. В последнее время наблюдается тенденция поздних родов. Врачи предупреждают, надолго откладывать рождение ребенка не стоит, ведь с возрастом организм женщины слабеет, а риски появления опухолей растут. Елизавета Прокопенкова, Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.